Новоселье через 15 лет. Сегодня распахнула дверь и вторая очередь реабилитационного центра для ветеранов и людей с инвалидностью в Якутске. Сваи комплекса заложили еще в 2001 году и лишь сегодня он готов к работе. О долгострое расскажет Розалия Борисова. В новом зале ОФК тренажеры доступны практически всем. Занятия могут быть направлены как на укрепление всех групп мышц, так и на восстановление отдельного сустава. Наравне с тренажерным залом, современными аппаратами оборудованы кабинеты УЗИ. Можно вводить данные непосредственно пациентов. В будущем это может пригодиться тем, что мы можем сравнить предыдущие исследования и текущие. Какие изменения были. Дело в том, что наши пациенты к нам поступают не единожды. Это очень удобно. И люди все-таки, они преклонного возраста, могут данные потерять. А так мы в любой момент можем их восстановить. Кроме всего этого, работу начнут кабинеты прессотерапии, современные массажные, особая гордость центра, солевая комната. Объект полностью оснащен реабилитационно-медицинским оборудованием. Зал УФК даже, скажем, перенасыщен оборудованием. Должны работать новые направления УЗИ, функциональная диагностика кабинет и соляная комната, что очень актуально именно в проживающем северных УЛУСах. Курс реабилитации одновременно здесь могут проходить 54 пациента. Палату уже готовы принять первых постояльцев. Я посмотрел новое здание. Оно очень шикарное. Это большая проведена, естественно, работа. Это большое подспорье нам, больным, которые придут сюда. Если до поступления сюда я практически не ходил, если ходил, используя костыли, сейчас я хожу, просто упираясь на тросочку. Это можно сказать, что через неделю, другое, а может быть и больше, и меньше, я уже вернусь в строй, выйду на работу. Всего в республике на сегодняшний день работают три центра. Но очереди пациенты все еще ждут годами. Курс лечения ветераны и люди с инвалидностью могут проходить лишь один раз в два года. С появлением нового центра реабилитации в год курс восстановительных процедур дополнительно смогут пройти чуть больше 500 жителей республики. Розалия Борисова, Семен Афанасьев, НБК Саха, Якутск.